Здравствуйте, я очередной говноблогер на ютубе, который решил снимать обзор на игры. Сегодня мы будем обзревать единственный симулятор бокса на ПК, который я купил в стиме за 200 рублей. Ну что же, давайте посмотрим, что вышло хуже, игра у разработчиков или мой обзор. Так вот мы видим заставку. Сделана блять эта игра на Unreal. Видим, потому что он бесплатный стал. И видим, блять, что заставка черно-белая в 2014 году. Какой, блять, толпоеба это затеял. Самая тупая идея в мире в 2014 году делать заставку черно-белой. Ай, идиот и сука. А еще, блять, эту игру портировали с мобильных устройств на ПК. Не наоборот. Обычно с ПК на мобильные устройства. Но, блять, разработчики этой игры думают иначе. Думают, что надо делать все наоборот. Думают, что они самоумные, блять. Тупые. А тупые. Видим, блять, как мужик выходит на ринг. И у него красные перчатки. Все остальное черно-белые, но перчатки красные. Вот это логика. Видимо, блять, они решили стырить идею у фильма броненосец Потемкин, где, блять, красный флаг был разукрашен чем-то вручную. Вот. И тут то же самое. Вот тут показывают девятый раунд. В эту хуйню и три раунда сложно отыграть. А это минимальное количество раундов, в которые можно играть. И поднимают прекрасный пояс, которым завладеть мечтает никто. Потому что это хуйня. Итак, мы в меню выбора. Персонаж. Меню выбора простое. Даже своего имени придумать нельзя. А если я хотел быть ухоменом маленькой, то разработчики шлют меня нахуй. Но перед боем мы пойдем тренироваться. Тренировки тут просто охуенные. Смотрим просто и охуеваем от этих тренировок. Такого экшена я еще нигде не видел. Не знаю, как это выглядит на клавиатуре, но, блять, на геймпаде это уморительно весело. Не знаю, что с этим делать. Но это еще ничего, тут хоть надо что-то нажимать. А. Прыжках со скакалкой, это просто две кнопки. И так сорок секунд. Интересно дохуение, особенно, когда тебе старый пердун. Перфект, грейт, блять. Я и так знаю, что я охуенен. А если, блять, разок промахнуться, то... Нет, ты что-то не так делаешь, блять. Хотя как на скакалках можно что-то не так делать? Это же бред. Блять, а теперь посмотрим на скорость. Прекрасную скорость нашего боксера, который не может попасть по груши иногда. Вот так, и такое чувство, как будто он одрачивает кому-то. Но нет, это он пытается попасть. Блять, криворокие мудила. Ну ладно, чё, не буду вас мучить долго. И так, мы начинаем бой. Самое главное в боксе. Нахуй нам обучение. И так справимся. Что радует, что в этой игре хотя бы заставки быстрые. А не как обычно в говняных лидерах каких-нибудь. Вот эти выходы, они в каждом бою. И каждый боксер это делает. Блять, я ни разу в боксе такого не видел. Чтоб так делали. Не весело, нифига. Где судья вообще? Его, видимо, не существует. И сейчас будет прекрасный бой. Где, блять, максимум вот удара, наверное, 3-4 можно. Комбинации тут вообще никакие нельзя сделать. Этот постоянный китаёза постоянно жмётся. Пробить блок вообще невозможно. Увернуться тоже практически нереально. И для уворота тут вообще одна кнопка используется. Если тебя бьют по корпусу, то увернуться вообще нереально. И так, мы видим, как я почесал ему нос, он от этого упал. Что происходит с камерой в этот момент, блять, одному богу видели, известно. И разработчику. А встают они вообще прекрасно. Он может уже до конца встать и просто грохнуться, как дурак, вот так. Что, блять, вообще за хуйня? Блять. И сейчас мы видим прекрасную камеру. И... Вот, когда оно... Почему моё лицо, блять, расплывается? Что за бред вообще? Не понимаю. И зачем-то показывают таблицу, хотя я победил нокаутом. Ну, и у нас остался последний режим. Карьера. Карьера себя представляет то же самое, что и обычный бой, только помноженное на 8 раз. Или на 7, не помню. Сколько там противников. Ничего интересного в карьере нету. Тренировки, вы сами видели, это просто ебаное говно. Заставки, они вообще ничем не отличаются. И каждый раз игрок делает одно и то же. Как будто, блять, у него память как у рыбы, и он запоминает только несколько движений своих. В общем, ничего интересного в карьере не может быть. После двух боёв уже заёбывает до конца. И играть в это уже почти нереально. Бои однообразны. Ничего тут ловить нечего особо в этой игре. Она не интересна, и максимум это развлечение на 15 минут. Вы видите этот бой? Он такой же унылый. Блять, боксер не попадают. В индийских фильмах, наверное, лучше попадают, чем они. Но ещё тут одна есть фишка, которую вы не видели. Она просто охуенная. Сейчас вы скоро увидите. Это практически спецэффект Майкл Бэя. Это, блять, у ворот такой заебатый был час. Блять. Давай, сейчас. Уклоню столько. Не получается никак. Бля. О, охуенно. Это, блять, супер. И он уклонился, блять, ну просто. Вы видели это, сука? Это просто угарно. Как они этого добились. Прекрасный, блять, прекрасный. Советую всем и поиграть. Блять, я его не могу вообще утромить, сука. Осталось 20 секунд, а ещё один раунд тебя не выйдешь. Блять. Ну давай. Сука. Блять, ну. Ну давай, ну. А, да. Опустил перчатки. Получай, сука. Получай. Да, блять, опусти. Да, опусти перчатки. Ну. Сука. Три секунды. Твою. Ну, удар, блять. Придётся играть ещё один раунд. Тватью мать. В это говно ещё один раунд, сука. Ладно, хоть жизни у него осталось мало. Часто добью быстро. А управление тут настолько отзывчивое и заебись. Ходить тут, блять, нельзя вообще. Можно только, блять, дёргаться вот так. Ну давай уж. Ну да, наконец-то. У меня только один вопрос. Почему, блять, они не бьют? Они хуй знают, что делают. Нос чешут. Ну, блять, ну на самом деле, ну в индийских фильмах и то точнее бьют, я считаю. Не знаю, в общем. Как эту игру вообще можно продавать за 200 рублей? И кто её кроме меня купил? Не покупайте этого, это же просто говно. Ну смотрите, блять, с чего он упал? Он уже встал. И не играйте в эту игру. И не смотрите, видимо, мой обзор, потому что он тоже был таким же говном, я считаю. Ну, не судите строго. Первый блин наверняка оказался комом. Блять, 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 комы. В комы я впаду скоро. Вот таких игр. Ладно, всё, всем удачи. Можете подписаться на канал, поставить лайк. Ну, скорее всего, поставить дизлайк, потому что это лютое говно. Всё, всем пока. До свидания.